всем привет вы на канале вкусно просто и бюджетно сегодня я готовлю пирожки с капустой жареные на сковороде из дрожжевого теста для теста нам понадобится муки 4 стакана 250 граммовые молока и воды по 150 миллилитров соль чайная ложка сахара столовая ложка дрожжей 20 грамм масло 3 столовые ложки плюс 300 миллилитров для жарки для начинки берем капусту 400 грамм лука одну штуку крупную и морковку одну среднюю морковь трем на крупную терку лук режем мелким кубиком капусту также нарезаем соломкой пережариваем сначала лук и морковь до золотистого цвета затем добавляем капусту солим перчим и жарим ее до готовности затем когда пережарим перекладываем в миску и даем ей остыть хорошенько теперь займемся тестом в глубокую посуду вливаем в равных пропорциях молоко и воду теплую кипяченую все должно быть теплое добавляем одну столовую ложку сахара размешиваем хорошо крошим дрожжи тоже хорошенечко размешиваем и добавляем одну столовую ложку муки хорошо размешиваем накрываем салфеточкой и даем дрожжем немножко подойти где-то минут 10-15 ну вот прошло 15 минут дрожжи у меня хорошо подошли размешиваю их беру миску с мукой здесь у меня три стакана муки 250 граммовых добавляю чайную ложку соли неполную и вливаю туда нашу опару и хорошенечко перемешиваем добавляю три столовые ложки подсолнечного масла и тоже хорошенечко перемешиваем убираю ложку и начинаю вымешивать рукой тесто еще сильно липнет к руке поэтому я добавляю еще две столовые ложки муки и хорошенечко вымешиваем затем посыпаю мукой стол 1 столовой ложкой муки я посыпала и начинаю хорошенечко вымешивать тесто больше муку добавлять я не буду вмесив всю муку смазываю стол растительным маслом и тоже хорошо вымешиваю тесто где-то в течение пяти минут когда тесто уже хорошо вымешано перекладываем его в миску смазанную растительным маслом вот столько муки у меня осталось от четвертого стакана накрываю пищевой пленкой и салфеткой ставлю в теплое место на полчаса вот такое тесто у меня получилось очень пушистое нежное слегка мы его обмяли накрываем опять пищевой пленкой и салфеткой и ставим в тепло на полчаса вот прошло полчаса тесто наше готово смазываем руки растительным маслом и достаем его из миски поверхность стола тоже смазываем растительным маслом слегка его обминаем и раскатываем небольшую колбаску затем смазав руки растительным маслом начинаем выдавливать шарики такого размера какими будут наши пирожки сразу все тесто я не использовала оставила часть на столе пока буду заниматься этими пирожками руками хорошенечко разминаем шарик лепешечку кладем посрединке начиночку побольше я ложу чтобы не ощущалось сильно тесто было больше начинки и руками хорошо скрепляем края чтобы они не расклеились при жарке так проделываем со всеми пирожками руками расправляем лепешечку кладем начиночку и опять же хорошо склеиваем края хорошенечко разогреваем сковороду вливаем туда 300 миллилитров подсолнечного масла у меня сковорода диаметром 20 сантиметров выкладываем пирожки так чтобы они были погружены в масле где-то до середины и жарим с обеих сторон на среднем огне по две минутки затем достаем из сковороды и выкладываем на бумажное полотенце чтобы ушел немножко жир и вот такие они у меня красивые и пушистые получились очень вкусные рекомендую приготовить всем кому понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал